Минобороны Азербайджана сообщила в понедельник о новом обстреле с армянской стороны населенных пунктов вокруг Нагорного Карабаха. Речь идет о городе Городис, Физулинского района и поселке городского типа Тертер. В оборонном ведомстве заявили, что принимают адекватные меры. Эмин Ибрагим, корреспондент Евранию, стал одним из редких журналистов, кто добрался до Тертера и смог констатировать разрушение. Как видите, я иду по улице Тертера. Этот снаряд совсем недавно разорвался. По всей видимости, сначала он попал в крышу, а затем его осколки оказались вот здесь. Накануне Азербайджан также сообщал об ударе армянских вооруженных сил по Тертеру и городу Мингичевир. По данным прокуратуры, пострадали пять человек. В Минобороны Армении эти сообщения назвали дезинформацией. Армянские войска выпустили по нашему городу снаряды. Один из них упал здесь, другой вон там. Мы давно живем в Тертере и не боимся здесь оставаться. Из Тертера наш корреспондент отправился сначала в Нафталан, а затем во второй по величине и населению город Азербайджана Генчжу. В Нафталане нашего корреспондента встречали тепло. В понедельник прокуратура Азербайджана сообщила, что трое гражданских лиц получили ранения в результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами. Нанесен значительный ущерб инфраструктуре Генчжи. Мы снимали в Нафталане, когда один из членов нашей съемочной группы услышал в новостях, что Генчжа, второй город Азербайджана, подвергся бомбардировке. Поэтому мы сразу направились туда, чтобы выяснить, что произошло. По данным городских властей, пострадала больница, средняя школа, мебельная фабрика и центральный рынок. Я плохо себя чувствую и готовила еду для своего сына, который тоже болен. Внезапно дверь за моей спиной вылетела и упала на землю. Когда я обернулась, та часть дома была разрушена. В воскресенье утром Азербайджан сообщил, что армянская сторона подвергла ракетному обстрелу Генчжу, в результате чего погиб один и ранены 32 человека. За моей спиной вы видите 300-миллиметровый реактивный снаряд из системы залпового огня «Смерч». А вот здесь, в нескольких шагах, живет многодетная семья. Вы видите двухместную коляску, другие личные вещи. Я думаю, что они еще дома. По информации Генпрокуратуры Азербайджана, всего с начала очередной эскалации Нагорно-Карабахского конфликта со стороны Азербайджана погибли 24 и ранены 121 мирный житель.